Всем привет, это Павел Белинский и с вами Бегущий Человек. Из-за новой вспышки коронавируса в Китае логистические компании перестали справляться с сортировкой грузов. По данным Bloomberg в Китае заразились коронавирусом более 37 миллионов человек всего за один день. Также от COVID-19 и его последствий погибает около 5000 китайцев в день. Кажется, новогодних подарков с Алика можно уже не ждать. Власти Калужской области запретили использовать беспилотники на территории региона. Запрещается использовать в регионе частные самолеты, аэростаты и беспилотники, сообщает пресс-служба регионального правительства. Запрет будет действовать с 20 декабря до особого распоряжения. Исключение будет сделано только для воздушных судов и дронов, которые принадлежат властям и подведомственным организациям, или используются другими компаниями по договору с властями. Губернатор Забайкалья Александр Осипов опубликовал в ВК иллюстрацию с обложки польского журнала VP Rost, выражающий поддержку Украине, мужчина, который в Рождество защищает свои семьи на фронте. Не понявший контекста изображений Осипов, сначала заявил, что иллюстрация блестящая, затем стер пост. Но интернет помнит все. Талибы тем временем запретили женщинам работать в неправительственных организациях. Теперь им запрещено выходить на работу до дальнейшего уведомления. Запрет объясняется тем, что некоторые из них не придерживаются дресс-кода, сообщает Аль-Арабия. Ранее Министерство высшего образования распорядилось приостановить обучение студенток в частных и государственных университетах. Пропагандистов на российском телевидении уже не остановить. Теперь они нашли биолабораторию в Казахстане. Заявляют, что в будущем будет прямое столкновение между РФ и Казахстаном. Лаборатории военно-биологические на Украине, которых более чем достаточно, где работали и они, и англичане, и немцы. И лаборатории в Казахстане, о которых мы все забываем, забываем. Я тогда все смеялся на тему того, ну не может же быть, ну Казахстан и Америка, ну как, ну военной лаборатории. Так нет, а по Украине они есть. Две в Казахстане есть. Поэтому прямое столкновение безусловно будет. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо, до скорого ролика.